ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здравствуйте. Привет. Откуда вы? Я в Калифорнии живу. О, неплохо. Как у вас там? Я с России. А какой город? Ну, не знаю, вряд ли вам скажут. Таганрог вообще? А так, ну, Ростов-на-Дону знаете где? Таганрог, конечно, знаю. Там, где Чехов писал... Чехов же родился в Таганроге. Родина Чехова. Да, он писал, родился в маленьком украинском городке Таганрог. В каком-каком? Украинском. Это Чехов писал. На тот момент это была Украина, кстати. Может быть, ты не знал этого? А можно дословно, откуда он, где он это написал, чтобы я прочитал? Ну, сейчас, сейчас в гугле забей Чехов. Я родился в маленьком украинском городке. Забей, это будет. Нет, это не будет. В каких-то его записках там, я не помню, честно тебе скажу. Ну, можете говорить что угодно, мне там, в принципе, без разницы. Ну, мне тоже без разницы. Я тебе просто факт привел. Хочешь, проверяй, не хочешь. Я же тебе не собираюсь доказывать. Нет, я проверю обязательно. Я проверю обязательно. Но маловероятно, что он так написал, потому что Таганрог никогда в жизни не был украинским городком. Никогда. Слушай, давай тогда проверим, смотри. Давай проверим, смотри, сейчас я забью. Был ли Таганрог? Не был. Ну, подожди, ну, подожди, я же хочу забить поиск. Вместе, вместе проверить с тобой. Был ли Таганрог украинским, правильно? Украинским городом. Вот. И вопросительный знак, правильно? Главное, вот не забыть поставить. Вот. Давай. И теперь смотрим. Это же интересно. Как дела? Сейчас, сейчас, сейчас я найду. Много, много статей. Все хорошо, дела отлично. Таганрог был столицей Украинской Республики. Когда и почему, пишут. Называется блокнотаганрог.ру, кстати. Российское издание пишет. Угу. Например, знали ли вы, что Таганрог, пусть и не долгий период, но был столицей Украинской Народной Республики? Угу. Значит. Вот. Ну, все. Я вам доказал, что, что Таганрог был Украиной, да? Вы мне не доказали ничего. Ну, как, я вам прочитал только что. Ну, что? Что, что? На заборе, знаете, что я купил? А, ну, понятно. На заборе, что пишут? А что для вас будет доказательством, как вы думаете? История. История. Только достоверная история. Ну, какая, например, какая история? Которую писали годами и далеко давно, а не сейчас. Ну, в каком источнике вы хотели бы это? В Конституции Российской Федерации найти. В Конституции Российской Федерации? Так смотрите, в Конституции Российской Федерации написаны земли. Там есть загрязнение городов и все остальное. И как, это, пожалуйста, это можно посмотреть. Да, в Конституции Российской Федерации есть те земли, республики, ну и так далее. Те, которые на сегодняшний момент являются частью Российской Федерации. Я же не сказал, что Таганрог на сегодня. Я не закончил же, я же вас не перерываю. Я же не сказал, что Таганрог является сейчас Украиной. Я сказал, что Таганрог был частью Украины. Вы разницу чувствуете или нет? Да, конечно. Вы, то бишь, великий историк, да, я так понимаю? Нет, нет, вообще не историк. Я просто человек, который интересуется многим и знает эту информацию, в отличие от вас. А Мариуполь, какой город? Чей сейчас? Крым, какой чей? Давайте поинтересуемся. Чей сейчас это город? А, ну давайте. В общем, с Таганрогом мы выяснили, правильно? Вот, выяснили. Хорошо. Вот, Мариуполь и Крым, Мариуполь, Крым, но еще другие... Я же вам готов ответить, зачем вы меня перебиваете? Пожалуйста. Мариуполь, Крым, ну еще целый ряд, так сказать, территорий являются временно оккупированными территориями. Это все еще Украина. Но они временно оккупированы Россией, да. Да. А можно на сколько временно? Насколько временно? Да. Насколько временно, ну не могу сказать. Этого никто не может точно сказать. Очень сложно. Надолго. Я не думаю, что надолго. Я думаю, что... Я думаю, что хорошая часть захваченных земель в этом году вернется в Украину. А остатки захваченных Россией земель, ну я думаю, может занять еще следующий год, может быть, да. А вы считаете, да, новости? Будет, будет, будет зависеть от того, как Запад будет подставлять вооружение, вы же понимаете. Поэтому точно, точно никто не может сказать. Я же говорю, вы же читаете новости, да, новости? Конечно, конечно. То есть, что Америка уже сдулась, помочь как-то не может. Как сдулась, как понять? Как понять сдулась? Как сдулась, как сдулась, так и сдулась. Ну а в чем заключается, что Америка сдулась, в чем это заключается? Не может оказывать военную помощь Украине. Не может? Пожалуйста. Не может. Не могут согласовать деньги выделить Украине. А, да, да, пока еще не согласовали, но скоро согласуют, не переживайте. Но пока Украина получает по всем договорам, которые были заключены, еще ни одной поставки денег или вооружения не было пропущено. Вот как были заключены договоры, вот с тех сумм еще, они так и продолжают идти. И этого запаса хватит еще где-то, считается, месяца на два. То есть, в течение двух месяцев нужно, чтобы Америка это утрясла, и она это утрясет. И все будет, я понимаю, вы переживаете за Украину, но все будет хорошо, не переживайте. Я ни за кого не переживаю, я просто интересуюсь у вас. Ну, как у человека умного. Да, давайте, конечно, конечно, давайте. А сколько еще хватит у Украины запаса людей? На долго ли? Ну, на столько, чтобы вернуть свои территории, хватит, конечно. Думаете, да? Ну, дай бог, дай бог, не спорю. Ну, смотрите, например, возьмем такие горячие точки, которые были вот в прошлом году и сейчас, да? В прошлом году это был Бахмут, в этом году это Авдеевка, правильно? Значит, там по разным оценкам, причем я беру нейтральные стороны, британская разведка, ну, там, то есть, не так, что вот это украинцы говорят, потому что они как бы заинтересованы странами. Или россияне, да? Говорят, которые потерь нет, типа говорят. Вот. А я беру именно вот источники, которым можно доверять с очень-очень высокой долей вероятности. Так вот, значит, сейчас Украина вас перемалывает примерно в 10-12 раз больше, гибнет ваших, чем украинских защитников. Понимаешь, поэтому вашей страны не очень хватит тоже. Вы правильно новости читаете? Да, да, конечно, конечно, конечно. Или перемалываете наоборот? Нет, 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 правильно, правильно, конечно, конечно. Вы поймите, вы поймите, что в Авдеевку, да, которую вы усиленно уже где-то сколько, уже три месяца, да, пытаетесь взять. Не говоря о том, что вы 10 лет ее уже пытаетесь взять, но усиленно, но усиленно, очень усиленно три месяца. А так вообще последний вот широкомасштабного начиная наступление уже два года, вот скоро будет юбилей, да, вы ее пытаетесь взять. Но вообще штурмуете, кидаете туда просто мясо толпами где-то около трех месяцев. И каждый день только под одной Авдеевкой гибнут сотни ваших людей. Только под одной Авдеевкой. И десятки единиц техники, кстати, тоже. Там все усеяно. Если вы посмотрите ваших военных корреспондентов, они там много чего показывают интересного. Ваших же, российских. Можно один вопрос вам задать? Да. В каком оргазме вы живете, ебать? Что, что еще раз? В каком оргазме вы живете? В каком оргазме я живу? Это как, растопруйте вопрос. Я не совсем понял. Он какой-то бессмысленный вопрос. Нет. В какой эйфории вы находитесь, что вы, вот, читаете новости, я же говорю, заданный период. Даже все американские журналы, блядь. И я читаю... Только без мата, без мата, пожалуйста. Смотрите. Смотрите, чтобы вы понимали. Я не смотрю телевизор. То есть я не тот человек, который там, Z-Patriot какой-то, блядь, схватил флаг. Хорошо, не ругайтесь матом, не ругайтесь матом. Я не всех людей. Я просто, я читаю также новости. Из интернета, как и вы, в принципе. Но просто я читаю все украинские, ну, паблики и тому подобные вещи. Читаю американские, читаю британские. И я нигде не видел того, о чем вы сейчас говорите. Они даже все пишут, что приходит, блядь, украине тренгент. Не ругайся, не ругайся, не ругайся, не ругайся. Чего ты ругаешься? Тренгент туда не был. Не ругайся матом, мы же договорились. Это кто? Тренгент. Это кто пишет, что приходит в Украине трендец? СНН. А в чем заключается, что СНН пишет, что приходит трендец? Можно ознакомиться с этой статьей? Да, пожалуйста. Давай, где? Где? Ну, в острый журнус. Заходите, читайте. Я заходил, читал, не было такого, ты соврал. Зачем ты соврал? Такого не было. Такое было. Тогда, когда, когда было? Сошлись конкретно. Сошлись на число, на статью. И я сейчас открою, и вместе с тобой прочитаем. Давай. Давай, сошлись на какую-то конкретную статью. Сейчас я вам найду статью. Да, давай, давай, конечно. Давай, если найдешь ее, сейчас. А, и все. Найдет он статью. Трендец, говорит, приходит. Да, так вот, смотрите. Насчет Таганрога, кстати, интересно. На самом деле, вот я не знал, например, в каком году, и более того, небольшой период он был столицей Украинской Народной Республики. Представляете? Таганрог. Вот так вот. Вот такие вот дела. Так что, друзья, не забываем подписываться, пожалуйста. Проверяем подписку. Она слетает. Очаков ТВ. Очаков ТВ-1. Очаков ТВ-стрим обязательно. И комментарии. Распространение. Кто хочет подписаться на Патреон. Ссылочки под каждым роликом. А также есть суперспасибо. Тоже под каждым роликом на Очаков ТВ. Вот на этом канале. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»